Мария Певчиха в эфире телеканал Дождь. Мария, здравствуйте, спасибо вам за эту возможность. Я вот прежде всего хочу спросить, если позволите, про Илью Яшина. Христо Грозев рассказывает, что Илья Яшин не был включен в список изначальный, который был составлен, насколько я понимаю, с вашим участием. А потом, якобы, по словам Грозева, Яшин появился именно по настоянию российской стороны, возможно, по настоянию лично Владимира Путина, и это было его решение. И более того, есть версии, об этом много сейчас пишут, что если бы Яшин не был включен в этот список, то, возможно, не были бы освобождены и другие российские политзаключенные. Можете про это чуть подробнее рассказать? Давайте попробую, только я сразу скажу, что я не люблю спекулировать и что-то выдумывать или рассказывать какие-то свои предположения, если я в них не уверена на 100%. Поэтому я буду рассказывать только какие-то релевантные фрагменты информации, которые частично, мне кажется, должны ответить на вопрос, который вы мне задаете. Значит, во-первых, по составлению списков. Такой штуки, как, не знаю, мой список с Христа, еще чей-то список, который мы в финальном виде принесли, его приняли, не существует. Финальный список людей, который вышел, является, очевидно, комбинацией либо нескольких списков, либо какой-то доработкой нашего списка. И на это указывает очень много факторов, косвенных и некосвенных, хотя бы то, что в нем не хватает много людей, которые у нас в списке были. Второе важное по спискам. Этой всей эпопеей, вот с момента старта, с момента того, как была придумана идея гуманитарного обмена, до момента его реализации, это примерно два с половиной года получается, список менялся много раз. Он менялся по органическим причинам, потому что кого-то, допустим, освобождали, кого-то, например, убили. И с американской стороны, например, тоже, потому что первая идея гуманитарного обмена появилась тогда, когда еще сидела Грайнер. И еще не сидел Эван. Баскетболистка. Когда в Америке сидел Бут, когда не были обменены еще летчики Ярошенко. И это была совершенно другая комбинация, она, по ходу, менялась. Но вот что я могу добавить к словам Криста? Это действительно Яшина в наших списках не было. Это было абсолютно осознанным, взвешенным решением, находящимся где-то вот в поле этики. Мы об этом много разговаривали, мы это много обсуждали. И пришли к выводу о том, что человека, который открыто, четко и много раз просил не включать его в списки на обмены, включать в такие списки некорректно против его воли. Параллельно с этим у нас в списках с самого-самого начала были люди, которые в финальном фактическом списке не оказались. Это в первую очередь две фамилии, Алексей Горинов и Даниил Холодный, сотрудник Навальный Лайф. Этих людей мы не увидели, несмотря на то, что во всех многочисленных операциях они всегда были. Как там появился Яшин, ну вот я, если честно, представить не могу. Я думаю, что тоже сейчас, я думаю, что все, что мы слышим сейчас на эту тему в публичном поле, тем более опираясь на какие-то российские источники, может быть, в какой-то степени спекуляции или просто догадками, потому что ни у кого из нас этих источников, на самом деле, по-настоящему достоверных нет. Он там как-то появился, мы его действительно не просили. Но есть варианты, что его просили немецкие чиновники. Они не обязаны ни с кем ничего согласовывать, они не обязаны спрашивать у нас разрешение или нашего мнения или еще чего-то такого. Возможно, действительно, его предложила российская сторона. Такое тоже может быть. Но, насколько я знаю, я в эту тему погружена достаточно сильно. Я пишу, я читаю все, что пишут на эту тему. Поэтому пока четкого ответа на вопрос о том, как там появился Яшин, нет. Версия, вторая часть нашего вопроса про то, что согласие Яшина было необходимым для того, чтобы целиком вся эта операция состояла. Это звучит для меня правдоподобно. Это действительно, я думаю, что и задумка, наверное, была в том, что если один человек каким-то образом отказывается или не соглашается, или артачится, или пытается выбежать из автобуса, из-за самолета, то разрушается вся сделка. Поэтому я прекрасно понимаю, о чем здесь Илья говорит. Это такой жанр. Мы только со временем, я думаю, будем узнавать все больше и больше подробностей про этот обмен. И это очень хорошо видно и понятно, потому как только сейчас, полгода спустя, всплывают все больше подробностей про обмен Навального. Правда, есть про первую и основную версию этого обмена. И только сейчас, полгода спустя, начинают выходить статьи и в Wall Street Journal, и в New York Times, где уже сильно больше подробностей и статьи, которые к моему огромному удовольствию и удовлетворению подтверждают то, что я рассказывала. Да, то, что вы рассказывали, я помню, отступлю на шаг. То, что вы рассказывали, у многих вызвало сомнение, вы помните наверняка? Да, я помню. И возникла буря даже без привлечения споров, почему певчих говорит так, а где доказательства, а это все подозрительно. Вы рассказывали самые разные мнения от разного уровня компетентности экспертов. Как вы сейчас к этому относитесь? Какие у вас чувства, если можно так выразиться? Ну, чувства, на самом деле, я особенно на эту тему сильно не думаю. Я не то чтобы как-то торжествую на эту тему особенно, потому что, особенно учитывая авторов высказываний, которые ставили под вопрос то, что я говорила в феврале, в целом понятно, что они на эту тему рассуждать не могут и знать ничего не могут. Что Алексей Бенедиктов, который высказывался про этот мой ролик про обмен Навального, что это все неправда, никого обмена не планировалось. Ну, что он может знать на эту тему? Он ничего не может знать и делает это лишь из желания каким-то образом, сказать какую-нибудь гадость про меня, про фронт борьбы с коррупцией, про Навального, показать нас какими-то там нечестными и рассказывающими факты, которые не соответствуют действительности. То же самое касается, кто еще не верил в это активно. Какой-нибудь Максим Кац, да? То та же самая ситуация. Человек по определению не может знать ничего изнутри этого процесса, потому что их там просто не было. Но, тем не менее, свое ценное мнение высказывают. Ну, я очень рада, что все стало на своих местах. Я думаю, что такие вещи нужно запоминать и просто сделать себе какую-то пометку. Ну, это серия. Вот этому человеку можно доверять на эту тему, да? Вот у него есть какая-то ценная информация эксклюзивная, а вот этого человека нету. Конечно, я понимаю, что были все основания ставить под вопрос то, что я рассказывала в феврале. Вот отрицать – это достаточно странно, да, не обладая источниками. А вот ставить под сомнение, конечно, можно было. В феврале я была скована огромным количеством обязательств. Все те люди, которые участвовали в этом процессе, да, вот с момента его придумки до момента, скажем так, когда нужный реватный чиновник в Белом доме или в МИДе, или в канцелярии в Германии дали свое добро. Все эти люди, их было очень много. Никто из них не давал мне согласия на то, чтобы я упоминала об их участии. И, согласитесь, было бы крайне некорректно, если бы я как-то раскрыла их участие и таким образом поставила бы под угрозу возможность обмена или бы просто поставила какое-то некомфортное, неудачное положение. Но сейчас уже все больше и больше людей появляется и становится об этом говорить спокойнее. В своем ролике в феврале я упоминала только Генри Киссинджера, которого я просила с этим помочь, исключительно потому, что он умер и никак не помог. Но тогда еще звучала своего рода критика, что, мол, зачем об этом сейчас говорить, если в российских застянках остаются политзаключенные, и, мол, вот этим роликом Мария Певчих может затруднить обмен других, их обмен того же Крамурзы, Яшина и прочих. Был ли это риск для вас? Это была тема, на которую я подумала и приняла решение все равно это сделать, потому что я же этот ролик записала не просто в какой-то случайный понедельник, потому что мне придумалось записать этот ролик. Этот ролик записала, потому что убили Алексея Навального. И потому что его убийство напрямую связано с этим обменом. Вы только представьте, если бы мы это не рассказали тогда, насколько бы неполной была картина, и как бы выглядели заявления Путина, которые случились потом, через несколько дней, когда Путин дал пресс-конференцию, назвал Навального впервые по имени и рассказал про этот обмен. Это было, это в буквальном смысле было моей обязанностью, я должна была нашим зрителям, тем людям, которые годами, десятилетиями поддерживали Навального и тем людям, которые в эти дни рыдали, испытывали огромную боль и страдания. Я, конечно, должна была им рассказать полную картину. Я эту полную картину довела до того вида, который не может повредить никому, ни тем, кто в этом участвовал, ни в целом процессу, ни тем, кто потенциально может быть обменен. И как мы видим теперь, просто по факту произошедшего, действительно, эта форма оказалась приемлемой, и никому не помешала, и обмен случился. Поскольку обмен случился, я хотела бы узнать, если позволите, детали, которые вы готовы сейчас раскрыть, если готовы, какие этапы вам кажутся наиболее трудными в процессе переговорном, за эти два с половиной года. Были ли моменты, когда у вас опускались руки, и вы чувствовали, что ничего не получится? Кто был против, категорически против? Есть имя Аналины Бербук, министра иностранных дел Германии, она часто называется в контексте противодействия этому обмену. Но, может быть, вы назовете какие-то еще именно что-то такое, что вам хотелось бы раскрыть? Я думаю, что про это будут написаны книги когда-то. Потому что, безусловно, смерть Навального в каком-то смысле, ну, естественно, полная ответственность за его жизнь лежит на Путине, но в каком-то смысле бюрократия европейская, американская тоже проявила некую степень бездействия и медлительности, которая привела к тому, что привела. Я абсолютно уверена, что Навального можно было спасти, если бы все произошло быстрее. На протяжении двух лет я сталкивалась с такими проявлениями бюрократии, того, что называется red tape, есть такой термин на английском языке, и такими какими-то нелепыми ситуациями в переговорном процессе, которых вообще быть не должно, что это, безусловно, заслуживает отдельной рефлексии, и я в моменте, конечно, на эту тему очень много думала и очень много расстраивалась. И да, были дни абсолютного отчаяния. Сначала вот этот план гуманитарного обмена как бы обкатали и рассказали максимальному количеству чиновников, американских и немецких каких-то экспертов, которые нам просто сказали их мнение. Типа, сработает, не сработает. Когда мы поняли, что это рабочий вариант, мы пошли его уже предлагать, да, уже как-то более-менее конкретно. Там было очень много вопросов законодательных, типа, вот можно ли отпускать, позволяет ли немецкое законодательство отпускать убийцу, как это все работает, нужно ли ждать приговора в каких-то случаях, не нужно ли ждать приговора в каких-то случаях, как для обмена россиян и американцев, немцев тогда еще не было, немецких граждан тогда еще не было, как взаимодействовать с третьими странами, например, со Словенией и Польшей, и заставить их включить тех, кто задержаны у них, российских шпионов этих, как включить их, в чем их выгода, да, то есть там было очень много таких моментов, но сложных, а были и очень простые. Вот есть чиновник немецкий, немецкого вида, мида, и он должен созвониться или встретиться с представителем госдепа США, ну или какого-то другого ведомства, предположим. Это может происходить на разных уровнях. И протокол таких мероприятий подразумевает, что одна сторона другой должна сделать предложение. Эта тема не может, например, возникнуть просто в процессе дискуссии, да, ты должен ее заявить, потом в процессе этого протокольного мероприятия обсудить, собрать какой-то фидбэк, а потом это все еще и протоколируется, да, и остаются какие-то минуты от этой встречи, и они дальше рассылаются дальше по департаментам, чтобы на основании их происходили какие-то действия. В какой-то момент, на достаточно ранных сроках, эти чиновники, встречаясь между собой, почему-то запротоколировали, что немецкая сторона против, а американская сторона не высказывает должного интереса. И мы с этим протоколом, мы с этой записью, на которую многие люди ссылались, бились месяцы и говорили, это не так, мы разговаривали с этими людьми, у вас произошло недопонимание, это не является позицией, или если это является позицией, то это является нежесткой позицией. Вы можете чуть-чуть поменять, чуть-чуть подкрутить, и эта позиция изменится. И чтобы заставить одного чиновника начать работать, нужно было сделать так, чтобы ему позвонил конкретный человек. А этот конкретный человек говорит, а я не буду звонить этому немецкому чиновнику, потому что формально это лежит в полномочиях какого-то другого ведомства. И это такие вот, это несколько примеров, ситуация, но такая ситуация случалась 10 раз, может быть, 15 раз, когда ты сидишь напротив человека и говоришь ему, просто вот номер телефона, вот имейл, твой звонок, твой имейл ждут. Прямо сейчас там сидит человек, я с ним переписывалась 5 минут назад, он ждет твой имейл, напиши, пожалуйста. Он говорит, да, да, вот я сейчас, мы разойдемся, я первым делом напишу. Неделя, две, четыре, шесть, ничего. Так это примерно и происходило. Я уверена, что я, наверное, более-менее спокойно об этом рассказываю сейчас, потому что я искренне надеюсь, что такого больше никогда не произойдет. Сложно все делать в первый раз. И с советских времен таких обменов не было, да и вообще, мне кажется, обменов такого количества людей, на такое количество людей не было. Теперь, когда эта дорожка проторена, теперь, когда существует процедура, описанная, и теперь, после всего этого, понятно, кто кому звонит. Я надеюсь, что никто никогда не столкнется больше с этой ситуацией. Но в первый раз это все сделать было, конечно, невероятно сложно. Что касается Алексея Навального, вы упомянули, что можно было успеть его спасти. Значит ли это, что Путин был почему-то, по какой-то причине, до 16 февраля 2024 года, готов его освободить, отпустить? Я думаю, что Путин всегда собирался убить Навального. То есть, с момента... Теперь мы понимаем, что если Путин один раз отдает указ кого-то убить, то, скорее всего, этот приказ остается действующим до момента его выполнения, несмотря на количество попыток, которые к этому прикладываются. У нас до этого была некая выборочная информация, данные выборочные были по Карамурзе, которого пытались травить дважды. Ну, это все окей, понятно, как это работает. По Навальному, соответственно, тоже был вопрос. Одни люди говорили, что нет, после такого позора, после звонка Кудрявцеву, после всего этого, после полного раскрытия всех участвовавших в этой схеме, Путин, конечно, уже постыдится попробовать. Эти же люди говорили, что в тюрьме Путин не дерзнет, потому что это все-таки его ответственность. Другие люди говорили, что нет. Если один раз сказал убить, значит убьют. Эти люди оказались правы. Поэтому я думаю, что концептуально Путин готовился его убить так или иначе. Я думаю, что переезд в Харп во многом, этап Навального в Харп, перевод его именно в эту колонию, во многом связан с этим. И там, как действительно оказалось, проворачивать такие операции проще, и оставаться можно незаметным гораздо проще, чем в других обстоятельствах. И обмен, наверное, в какой-то степени послужил триггером самому этому. Я стараюсь, я думаю, что вы понимаете, что для меня эта мысль очень тяжелая, но при этом размышлять, не размышлять о ней я не могу. Возможно, если бы все получилось раньше, если бы получилось реализовать эту схему тогда, когда она была готова, ну то есть тогда, когда чиновники со всех сторон концептуально дают согласие, а это примерно апрель прошлого года, 23-го, возможно, Навального бы Путину пил тогда. Возможно, если бы мы, если бы процесс этого обмена всех на всех не запустился, а запустился бы еще год спустя, это произошло бы тогда. Концептуально, видимо, Алексея собирались убить так или иначе, но конкретно произошедшее 16 февраля, в моем понимании, ну я с уверенностью на 90%, связывая именно с обменом и с именно этим теперь уже очень простым и понятным планом подменить предмет обмена. Довести переговоры до такой точки, когда откатывать обратно уже нельзя. Мы знаем теперь по материалу Wall Street Journal, я это тогда рассказывала просто по своим каким-то источникам, сейчас Wall Street Journal написал с фамилиями совсем. Мы знаем, что переговорщик американский Роджер Карстенс разговаривал с российской стороной, видимо, с Абрамовичем, бог его знает, в октябре. Видимо, этого времени, между октябрем и февралем, когда уже админцы был вот прям вот-вот, уже президенты Шольц и Байден встретились, видимо, этого времени понадобилось Путину, чтобы удостовериться, что обмен точно происходит, что Красиков вот уже одной ногой, одной ногой на свободе, и просто в последнюю секунду, как это делают, жулики, как это делает мафия, как это делают вот такие люди, непредсказуемые, ты начинаешь создавать ситуацию в форс-мажорах, переворачиваешь эту доску, все фигуры летят, и вроде как бы все готово, весь механизм запущен, давайте делать, говорит им Путин. Я очень хочу, я даже Навального очень хотела отдать, как он говорил в пресс-конференции, но жизнь так сложилась, вот что человека не стало. Ну, возьмите вместо него других, я бы так себе это примерно представляю. Вы упомянули фигуру Романа Абрамовича, о нем много кривотолков, слухов, предположений, какую роль он играет. Мне бы очень хотелось узнать ваше мнение, почему вообще именно он, и можно ли рассматривать его шире, является ли этот весь процесс переговорный по обмену подготовкой к более широкому переговорному процессу, имею я, естественно, ввиду переговоры вокруг Украины, вокруг войны в Украине, он уже в этом участвовал. Можно ли сейчас рассуждать на тему дальнейших каких-то более масштабных шагов с участием именно Абрамовича? Почему Абрамович? Я подчеркну на всякий случай, потому что тоже много существует разных там теорий, в том числе конспирологических, что я об участии Абрамовича в этом узнала через несколько дней после убийства Навального. То есть до этого эта информация была мне неизвестна, я не знала ничего, и если бы узнала, я думаю, я бы сказала, что это очень плохая идея. У нас на уровне совсем, да, каких-то вот фантазий, когда мы представляли, кто может с этим помочь. Вот когда были идеи со всеми от Киссинджера до Шрёдера, Абрамович фигурировал как потенциальный человек, через которого можно связаться, но мы от этой идеи отказались, потому что, ну, я думаю, моё отношение к Абрамовичу достаточно очевидное, отношение Алексея Навального к Абрамовичу тоже достаточно очевидное, и я не испытываю к этому человеку ни грамма, ни уважения, ни доверия. Я предполагаю, что это взаимно. Поэтому никогда мы бы не стали пользоваться его помощью в этом, и, как выяснилось, мы были, по крайней мере, в этой части правы, потому что помощь Абрамовича, его участие в этом процессе закончилось тем, чем закончилось, да, и вот он теперь рассказывает и обманывает всех, что он взвестил Путина об обмене Навального буквально за сутки, что ли, до убийства Навального. Это всё оказалось неправдой. Человек он крайне, по-моему, непорядочный, я не помню, рассказывал, говорит, или нет, даже если нет, то чего уже. Я помню, когда сразу после, сразу после убийства Алексея, когда я узнала, что Абрамович имел отношение, я с ним попробовала связаться. у нас достаточно общих знакомых, чтобы это сделать, и он сказал, что он готов ответить на мои вопросы или что-то такое, ну, через посредника, через кого-то, кому он доверяет, и кто меня знает, меня знает тоже. Естественно, он не сказал ни слова про сам процесс обмена, а мне было это интересно, что он сказал Путину, что Путин ответил, когда это произошло, даты были, да, очень важные, ни на что на это не ответил. Единственное сообщение, которое он мне передал, это то, чтобы мы срочно вывозили тело Навального за границу. И он настоятельно рекомендует увезти его то ли в Германию, то ли еще куда-то за границу. Это было вот примерно в тот период, когда тело Алексея не отдавали. Ну, на что, естественно, я передала обратно, что никогда такого не будет, делать мы это, не собираемся, и на этом все закончилось. Я не знаю, почему американцы используют Абрамовича как переговорщика. Я не знаю, почему украинцы используют Абрамовича как переговорщика. Я не понимаю, чем вызвано такое доверие к нему. Я не понимаю, почему, я понимаю, почему это делает он. Ну, может быть, от отсутствия альтернатив. Санкции, снятие санкций, да, какие-то такие вещи. Да. Ему это понятно зачем, но я повторю, мне кажется, что Абрамович, он неотделим от Путина, и он играет на стороне Путина. И даже если ситуативно здесь и там он может чем-то помочь, оплатить штраф Кириллу Серебренникову, в его большой картине, в векторе, да, его лояльности ничего не меняется. Его лояльность направлена на Путина. Будет, связано ли это с Украиной? И будет ли Абрамович участвовать в переговорах по Украине? Мне, естественно, на эту тему абсолютно ничего неизвестно. Но он участвовал в них раньше. Мы его видели в Турции, сидящего скромненько где-то там на стульчике представном во время первых переговоров, через несколько месяцев после того, как началась война. Я думаю, что и в следующих, наверное, он будет участвовать тоже. Очевидно, у него есть какие-то навыки, ему доверяет Путин, и он будет в них участвовать. Но просто давайте не забывать, кого он представляет эти переговоры. Он представляет Путин. Возвращаясь к обмену, не могу не спросить, возможно, у вас есть какое-то особое знание, потому что, ну, много объяснений, и ответов на этот вопрос, но тем не менее, Вадим Красиков, чем он все-таки так важен для Путина? Есть ли у вас понимание? Что в этом человеке в кепке и в спортивном костюме? Мое понимание основано исключительно на общедоступной информации и, ну, просто на каких-то общих знаниях, которые, которые, там, я в том числе слышала от Христа Грозева, который занимался расследованием, да, этого убийства. И, собственно, раскрыл его имя, да. В Тиргардене. Я думаю, что то, что написано в СМИ, недалеко от правды. Это просто киллер, которого нанимали на достаточно чувствительные работы, на чувствительные моменты. Поручали ему какие-то вещи, о которых мы сейчас не знаем, да, известно, насколько я понимаю, о трех или четырех убийствах, которые сделал Красиков, и то, там, какие-то под вопросом. И, наверняка, этих убийств было много. Мы понимаем, что они с Путиным действительно знакомы давно. Тоже интересно, да, при каких обстоятельствах они познакомились, заместитель мэра в Санкт-Петербурге, и киллер, да, какой-то профессиональный киллер из ФСБ. Но, ладно, я думаю, что все супер банально и является комбинацией двух факторов. Первое, вот это вот путинское, своих не бросаем, что, конечно же, вранье, он непрерывно бросает своих. Несомненно. И, только вспомните, сколько Бут просидел в этой тюрьме в американской, и что с ним сейчас? Ничего. И комбинация того, что, ну, и второй фактор, то, что Красиков действительно много знает, и, несмотря на то, что он хранял молчание, вроде как, да, все время, которое он находился в немецкой тюрьме, непонятно, как бы он себя повел, учитывая пожизненный срок. Если бы, возможно, ему предложили пожизненный срок заменить просто на длинный срок, какие-то другие поблажки и условия, возможно, он бы заговорил, и на такой риск Путин был идти не готов. Последнее, о чем бы я хотела спросить, это те люди, которые не попали, точнее, возможно, были исключены на каком-то этапе. Вы упомянули и Гориного, и Холодного. Естественно, есть вопрос про адвокатов Алексея Навального, которые были заключены под стражу не так. Да, формально мне отвечали, что нельзя отключать в списки тех людей, которых нету приговора, но по факту мы увидели, что это не так. Конечно, там же было двое без приговоров. И Сафронов тот же самый, бывший журналист. Как вы объясняете тот факт, что эти люди не освобождены? Можно ли говорить о том, что Владимир Путин сохраняет для себя некий обменный фонд? Или есть какие-то другие объяснения такой принципиальной позиции по поводу конкретных людей? Я не знаю, Кать, но вот я опять заступаю на некомфортное для себя поле, когда мне нужно перед... Предполагать. Когда мне нужно рассказывать моим любимым и дорогим зрителям Дождя вещи, в которых я не до конца уверена. И потом кто-нибудь меня поймает на слове и скажет, вот Маша у нас здесь неправду сказала, обманул или еще что-то. Поэтому я в тысячный раз подчеркиваю, что это всего лишь мои размышления. Я не понимаю механику финализации этого списка. Я не понимаю, немцы принесли 25 фамилий и осталось 13? Немцы принесли 200 фамилий? 2000 фамилий, что тоже возможно, да? Как полицека, может им весь список мемориала или ОВД-инфо принесли, осталось столько. И без этой информации совершенно невозможно сделать вывод, который устоит логически. Есть несколько возможных объяснений. Первое объяснение. Получили всех, кого просили, но немцы-американцы по каким-то причинам снизили количество людей на организацию. Сказали, вот мы этих людей из команды Навального уже несколько штук включили, куда еще? Может быть, может быть. Странно, странно, мне кажется, так не стоит делать. Надо просить максимум, да, как минимум, чтобы получить, получить хоть что-то. Может быть, они принесли список из 25 человек и в Кремле уже вычеркивали и говорили, вот этого нельзя, вот этого нельзя, вот этого можно, а вот этого, вместо этого возьмите того-то. Может быть, было так. Может быть, в последний момент что-то сорвалось. Может быть, люди еще, да, это уже такое четвертое или пятое объяснение потенциально этому придумывают. Это мы с вами просто вместе рассуждаем на эту тему. Возможно, решено оставить несколько заложников, потому что Горинов, это же не просто Горинов, это, да, ближайший соратник, их друг Ильи Яшина. И вполне возможно, что в этом есть какой-то вот такой злой и дьявольский смысл выпустить одного, а другого оставить. Они такое любят. Помните, когда Олега Навального посадили, а Алексея оставили на свободе по делу Ефраше? Никому не пожелаешь такого, да? А Яшин прямо очень активно много вписывался за Горина, писал какие-то обращения, публично на судах говорил что-то, в Инстаграме присылал, везде все писал. Может быть, это это. То же самое по Данилю Холодному. Отдать. Мы всегда просили четырех сотрудников ФБК, и потом уже позже, когда посадили адвокатов, отдать троих сотрудников ФБК, кроме Даниэля. А Даниэля не отдать. Сейчас я вам шестую версию предложу. Даниэль Холодный, это же не просто оператор и технический сотрудник Навального. Даниэля Холодного судили вместе с Навальным. Даниэль Холодный был в колонии, вот на том самом клоунском суде, где все съехались, где это было в Покрове, да, по-моему, еще, где все в колонии, где суд проходил закрытый в колонии, и вот за одним столом, вспомните, визуально даже, там же сидело два человека и адвоката, и это был Алексей Навальный и Даниэль Холодный, и он участвовал, он был частью этого большого дела об экстремизме, и два человека было тогда на этом суде. и, естественно, Даниэль не дал никаких показаний, каким образом не помог суду, несмотря на все эти обстоятельства, Алексею тогда дали 19 лет, а Даниэль 9, да, по-моему, и, возможно, это из-за этого, из-за того, что из-за этой картинки, что вот он был рядом с Навальным во время этого суда, и вместе их как будто, вместе их судили, да, вот теперь одного убили, а другого все-таки решили не выпускать. Может быть, это, вот ты выпендривался в суде, получай. В завершении, просто уточняющий вопрос, будете ли вы продолжать работать для освобождения других полицозаключенных, или вы считаете свою миссию здесь завершенной, лично, Мария Певч. Я, если у меня будет возможность, естественно, все усилия, которые только можно, я приложу. Сейчас этот процесс уже работает. Да, я... Вот там уже не нужно с ним ничего делать, это все, этим всем занимаются чиновники. Эти списки занимаются чиновники. Всеми этими переговорами, этот, не этот, созвонные встречи, этим всем занимаются чиновники. Это не наша работа, мы к ней не допущены абсолютно, абсолютно никак. Я вас понимаю. Но, конечно, мы требуем освобождения и адвокатов, Алексея, все люди, связанные с нашей командой, так или иначе, будут абсолютным приоритетом для меня. Мы будем пытаться их вытащить по существующей процедуре. Если по существующей процедуре этого не получится сделать, возможно, в голову придет такой же какой-то еще один безумный план, как когда-то был этот. Он тоже звучал странно и тоже люди сначала крутили пальцем у виска и говорили, что вы такое придумали, сейчас не холодная война. Может быть, придумается что-то еще и таким способом получится вытащить людей. Но все равно тема политзеков никуда не денется. Ровно поэтому существует наш с вами марафон политзаключенных мы собираем на эти деньги. Поэтому надо участвовать в этом. Возможно, появится какое-то окошко, где можно будет подчеркнуть важность поменять и наших ребят, и Беркович Петричук, и Горинова, и еще там несколько сотен людей. И те люди, которые неизвестны, те люди, которых мы с вами сейчас из головы не можем вспомнить, это те люди, которые находятся еще в большей опасности, потому что им у них нет вот этого публичности, которая в каком-то смысле защищает. Ну, конечно, да, естественно. Если бы вы видели, как, вот это было не в первые сутки, наверное, во вторые, вот ты смотришь на вышедших из тюрьмы, на Ксюшу Вадееву или Юрия Чанычева, которые просто есть, они просто где-то вот, ну, рядышком сидят, занимаются своими делами, кто-то, я не знаю, чай пьет, кто-то в телефоне переписывается. Абсолютно обычная ситуация. И я помню это ощущение, я смотрю на них со стороны, мы даже не разговариваем в этот момент. Они просто своими слайдами это занимаются. И ты думаешь, какое, господи, счастье. Да. Они сидят и чай пьют с печенькой, а другая в телефоне что-то печатает и там над чем-то улыбаются, показывают. Думаю, ну вот ради чего все это происходит. Потому что в другом сценарии, в очень реалистичном, в том, в котором они существовали еще на прошлой неделе, мы бы их не увидели еще 8 лет. Да. 8 лет. А сейчас они гуляют себе свободно и занимаются своими делами, думают о будущем, пытаются осознать то, что произошло. Наверняка что-нибудь классное придумают и будут и обретут эти годы, просто выиграют их обратно, отыграют их обратно у Путина. Украденные годы. ты один раз это увидишь своими глазами и сразу станет понятно, что все усилия надо прикладывать дальше. И сомненно. И каждой минуты, каждого этого изнурительного полета на другой конец мира ради встречи на 10 минут. А и то, может быть, и не случится этой встречи. Все равно от того все стоит. Любых денег, любых времени, всех усилий это все стоит, просто чтобы увидеть один раз это. Маша, спасибо большое. Спасибо. Настолько правды, настолько не подвергается с моей стороны, по крайней мере, сомнению, что, в общем, правильная точка для нашей беседы. Спасибо большое. Мария Певчих в эфире телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин